Сейчас мы поговорим про Машу Маскалёву. Дело в том, что вчера по делу Маши Маскалёва и Алексея Маскалёва проходило предсудебное заседание, проходила беседа, как об этом сообщили в здании суда, выдав всем пресс-релизы. Я напомню, что Маша Маскалёва – это девочка, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО, чем привлекла внимание к своей семье. Семья состоит из её папы и, собственно, Маши. Пап тоже, кажется, занимает антивоенную позицию, где-то высказывался, писал комментарии, за что и был сначала привлечён к административной ответственности, а после привлечён к уголовной ответственности. Семья уехала из Ефремова в другой город, там тоже нашли, его схватили по пути на работу и забрали в СИЗО. Машу забрали в приют. После этого Алексея перевели под домашний арест, и мы все радовались, что Маша вот должна уже тоже оказаться дома. Но нет, Машу держат в приюте, никому её не показывают. Ну, на самом деле, с ней никто не созванивался, никто не виделся с 1 марта. И вот вчера собрались, собралось много людей из разных, между прочим, городов. Собрались, чтобы поддержать тех, кто поддерживает Машу и её отца. У нас на связи Ольга Подольская, которая вчера тоже была и в здании суда, в Ефремовске, и в администрации. Ольга, расскажите, как вчера всё это происходило? Доброе утро. Было очень хорошо, что пришло много людей, было много СМИ, причём СМИ были с разных, не только уголоков страны, но и из-за границы. Вот. Были люди, которые приходили просто поддержать и высказать слова поддержки. Очень хорошо, что нас пустили в суд, чтобы мы не мёрзли. Все как бы удивились даже и порадовались, что к нам отнеслись хорошо в этом плане. Вот. Мы находились в зале суда, ждали решения. Не решения, а решения на значение суда. То есть вас на само наседание пустили? Нет. Мы стояли в коридоре. Все стояли дружно в коридоре и ждали, когда кто-то выйдет из зала. Вышла судья для вынесения решения, заключения. И мы сидели, ждали дальше. Продолжали диалог. К нам вышли, раздали пресс-релизы, да, и продолжили с нами общение, что было тоже удивительно. Всё проходило достаточно мирно и спокойно. Люди, конечно, высказывали свои опасения по поводу Маши, просили вернуть Машу, но там была не судья, естественно, а работники суда. Специально были люди, которые должны были с нами разговаривать. Вот. Что удивительно, что после суда быстро по второй лестнице под охраной прошла администрация. Они не давали комментариев, они быстро исчезли. И это показатель того, что власть не хочет общаться с нами, не хочет вообще идти на какой-то диалог. Вот. И раз они скрываются и выходят по другой лестнице, значит, они понимают, что они делают что-то не то. Адвокаты... Привозили ли на это заседание Машу и Алексею? Удалось ли их хоть как-то увидеть, там, не знаю, через окно машины подъезжающей? К сожалению, ни Машу, ни Алексея не подвозили. Адвокат говорил, ходатайствовал о том, чтобы на судебное заседание пригласили и Машу, и Алексея. Но на данное судебное заседание никого не было. Но мы успели... Подождите, я не понимаю. Была беседа предварительная по факту иска об ограничении в юридических правах. А с кем они беседовали, если не было ни того, кого ограничивали, ни той, кто, в общем, этими правами тоже напрямую связана? Обладает. Она обладает уже правами голоса. Маша может присутствовать, если ей выше 10 лет. Об этом адвокат говорил. Но, к сожалению, никого не привезли и ни с кем было разговаривать. Был адвокат, были представители администрации и была прокуратура. Представители администрации, насколько я поняла, просили о закрытом судебном заседании, ходатайствовали. Вот. А адвокат после вышел к нам и подробно обо всем рассказал. Кстати, мы успели до судебного заседания передать передачку Алексею. Мы его видели... На пятом этаже он выглянул в окно, чтобы открыть как бы дверь, но мы его видели. Вот. Адвокат рассказывал, что Алексей при каждой встрече только говорит о Маше. Удалось ли кому-то увидеть? Удалось ли кому-то поговорить? Он очень переживает за девочку и просит, чтобы девочку не отдавали. Вот. Мы попытались опять приехать в приют. Приехали. С нами разговаривали через дверь. Но теперь там дежурит наряд полиции. Вот. И... То есть тюрьму, просто натуральную тюрьму устроили из реабилитационного центра для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сделав их ситуацию еще сложнее. Именно так. И очень... Ну, все переживают, потому что никто не разговаривал, никаких комментариев не было. С Машей не дали созвониться даже папе. Получается, что Маша ограничена во всех правах. Маша не имеет права разговаривать с папой, даже общаться. Адвокат... При этом без решения какого-либо суда. Просто ограничено, потому что можем. Вот и все. Да. Да, именно так. Причем адвокат сказал, что должны были быть на этой комиссии, которая 3 марта принимала решение, должна была выслушать и Алексея, и Машу. Как мы знаем, никого, никто там не присутствовал, никого не выслушали, и это принималось заочное решение. Тем более указание, что если папа дискредитировал армию, то нужно ограничивать дочь в правах общения с отцом, такого по законодательству нет. Поэтому, как бы, вообще, это ограничение... Еще информацию адвокат сказал, что это глава города инициировал, наш Сергей Григорьевич Болтабаев, подачу искового заявления об ограничении прав. У вас в Ефремове все настолько хорошо, что глава города Ефремов переживает исключительно за ограничение прав Маши Маскалевой, которая нарисовала антивоенный рисунок. Все остальные проблемы решены, дороги идеальные, как стекло ровное, луж нет, разметка светится в темноте. Все прекрасно, да? Срочно переезжаем в Ефремов. Да, к сожалению, такого нет. Просто, я думаю, наша администрация находится под давлением. И, как мне говорили в Следственном комитете, решать будут не они. И все-таки я хочу понять, Ольга, что же происходило на этой так называемой беседе? Беседовать было не с кем, но беседа как-то прошла. Что адвокат рассказал об этой беседе? Кто с кем и о чем говорил-то? И о чем они договорились в итоге? В итоге ни о чем не договорились. В итоге просто был разговор о том, что сделать заседание закрытым. И привести Алексея с Машей. На данном заседании оно было, видимо, коротким. Никто никого слушать и слышать не хотел. Была просто предварительная беседа, на которой решилось, что заседание будет закрытым. Это единственное решение, которое приняли? Все, больше ничего вообще не решили? Да, да. Правильно я понял, что ходатайство о привозе Алексея и Маши отклонили сразу же? Или их еще рассматривают? Нет, об этом адвокат не сказал. Значит, не отклонили. Наверное, их рассматривают. Потому что адвокат надеется, что и Машу, и Алексея привезут на заседание. То есть фиксируем. Правильно ли я понимаю, что единственная претензия комиссии по делам несовершеннолетних к Алексею, как к отцу, это то, что он высказывал свое антивоенное мнение. То есть в материалах дела, если я правильно понимаю, административная статья по дискредитации и по уголовному расследованию. Что-то еще есть? Какие-то еще претензии есть к Алексею? Основания. Не кормил ребенка, не давал ему спального места, выгонял на улицу. Что с ним не так? Вот. Об этом уже говорил адвокат, что согласно тому иску, который был подан, непонятно вообще основание на основании чего, была помещена в приют Маша. Одно из таких, что Маша не ходила в школу. Вот. Но здесь такого нет в законе. Действительно, в законе есть только то, что если бы он не кормил, не исполнял своих родительских, избивал или пьяницей был или еще за Алексеем, такого не то, что замечено не было. Адвокат сказал, что все в квартире напоминает о Маше. И отец сказал, что мне тяжело находиться дома, потому что здесь все напоминает о Маше. Там фотографии девочки, ее рисунки Рапунцель. Все уютно и видно, что там чуть ли не культ ребенка, потому что видно, что там отец любил дочь именно вот и старался ей создать условия. Ольга, она правда не ходила в школу? Ну, вообще, после того, как ее с полицией забрали из школы, а это было начало, получается, марта, конец апреля 22-го года, вот. Она перестала ходить в школу, потому что ее начали издеваться над ней одноклассники или в школе, ее стали узнавать, и ей было страшно идти, что ее опять заберут. Вот, наверное, с сентября она так и не пошла в школу. А продолжала ли она хоть как-то учиться, семейное обучение или что-то еще? Да, она, ну, я так понимаю, что папа с ней занимался, возможно, занимались вот девушка, с которой они встречались, у нее несколько детей, возможно, они вместе занимались. Здесь я не могу уточнить, вот, но самообразованием компьютер у нее был, и, возможно, какие-то уроки они получали. Но девочка боялась ходить, и у нее потом не было документов, потому что у них забрали все документы, и девочка опасалась, естественно. Наверное, надо было папе все-таки оформить перевод на семейное обучение, чтобы не было вопросов. При этом мы не можем быть уверены, что это помогло бы, так или иначе. Ну, я думаю, на уровне фактологии доказательств помогло. Это единственная претензия у органов опеки к отцу, или были еще какие-то? Вообще разговор шел, что газ был отключен, но это не является препятствием, и газ отключили только недавно, после того, как стало нашумевшим дело. Почему газ-то отключили? Как это? Тоже антивоенный рисунок? А была какая-то неуплата? Нет, была неуплата, и его отключили. Но сейчас это просто делают как препятствие, вот, потому что мы ходили вчера по поводу газа, ему оплатить оплачен газ, но подключать не хотят, говорит, пускай он приходит подписывать договор сам. А человек не может прийти подписать договор сам, так как находится под домашним арестом. А это является как бы условием содержания ребенка дома, что газа нет. Адвокат по доверенности не может разве этого сделать? По доверенности подключить, а подписать договор? Договор? Не знаю, но мы сейчас вызвали как бы работников, которые должны приехать и подписать договор с ним. Но вообще, пускай он сказал, что это не является условием, так как там есть тепло, там есть отопление, свет и электричество. Газ не единственный способ приготовить еду и обогреть помещение. Можно и на электрической плите это делать, хотя с газом, конечно, наверное, поудобнее. И теперь, наверное, давайте попробуем понять, что нас ждет дальше. До какого числа Маша точно останется в приюте? До 6 апреля. Когда будет заседание суда об ограничении в правах? 6 апреля в 11 часов. Ждете ли вы тоже людей, которые смогут приехать, смогут вас поддержать? Считаете ли это важным на основе опыта вчерашнего? Да, это важно, потому что ждали. Нас всех... С нами разговаривали, ждали. И женщина пыталась, как бы, пресс-секретарь, успокоить и сказать, давайте дождемся решения суда. Мы думаем, что оно будет хорошим, так скажем. Вот. Ну, она вселила в нас немножко надежду. Мы надеемся, что если придут люди, поддержат. Если это будет так же, не забудется до 6 апреля, то будем надеяться, что с Машей будет все хорошо. Она же просто бдительность пыталась усыпить, чтобы больше вы не приводили к ним иностранных журналистов. Слушайте, в любом случае мы еще напомним перед 6 апреля, что можно съездить в Ефремов. Ефремов отличный город, подозреваю я так. Правильно я понимаю, что до 6 апреля хоть что-то решить, хоть увидеться с ней, хоть дозвониться до нее абсолютно будет невозможно? На данный момент да, но адвокат будет предпринимать действия. Здесь возникла небольшая идея, по которой, возможно, адвокат сможет увидеться с девочкой или, по крайней мере, чтобы дали комментарии, чтобы девочка созвонилась с отцом, чтобы какая-то связь была. То есть действия будут все равно предприниматься, несмотря на охрану теперь полиции этого учреждения, несмотря на то, что с нами не хотят идти на диалог и не хотят вообще даже о Маше ничего не хотят говорить. Безумие, просто безумие какое-то. Ольга, в начале истории, я помню, следователь даже обещал, что Маша вернется домой, даже сам приезжал якобы в приют, чтобы ее забрать. Сейчас следователь не хочет никак в этом помочь? Ну, я думаю, наверное, нет, потому что вчера у Алексея было уже обвинительное заключение ему выдавали по рассказам адвоката. Вот. И это не его уже полномочия. По девочке они вынесли, что нет никаких ограничений для Алексея и Маши находиться дома. Вот. И он даже был несколько удивлен, что такое другое решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних. Планирует ли адвокат подавать жалобу на незаконное лишение свободы несовершеннолетнего? Да, он многое планирует сделать, и планы есть по поводу Маши, как с ней связаться и что сделать. Как получится, пока не можем сказать, но будем надеяться. Будем надеяться, что у него удастся под давлением общественности, так как люди очень много пишут, очень спасибо, это помогает. Когда пишут и наши по правам защиты ребенка, и в прокуратуру пишут, и звонят и в школу, и во все... Ну, в общем, всюду, кстати, в школу тоже стали охранять и не пускать на... В школу-то зачем? Маши там не было год. А она ходит теперь в эту школу? Нет, она не ходит, но боятся, что на директора будут просить комментарии в связи с такой обстановкой, и закрыли вообще какой-то доступ. Я представляю полицейского, который возвращается домой с работы, и у него его ребенок спрашивает, папа, папа, а что ты делал сегодня? Ты защищал нас? Он говорит, да, я защищал школу от журналистов. Слушайте, я правильно понимаю, что Маша сейчас находится в государственном учреждении, значит, ее опекуном теперь является директор этого учреждения, и Маша не посещает школу. Не стоит ли ограничить в правах опекуна ее, директора, за то, что она не ходит в школу? Ну, здесь, я думаю, есть школа, я предполагаю, что к ним приходят учителя, это не может так, как государственное учреждение. Я надеюсь, что там все и учителя, и, ну, как дома. Был вопрос еще, наверное, последний в нашем своем диалоге, как можно помочь семье. Есть ли у вас какой-то сбор? На какие деньги закупаются продукты, которые вы передаете? На какие деньги работает адвокат? Да, адвокат от ОВД-инфо, ему платят из пожертвования ОВД-инфо. Вот. Есть люди, передавали деньги, значит, сначала на карточку родственницы, но она потом побоялась и отменила сбор средств. Но за это время успели люди собрать определенную сумму, более 40, по-моему, тысяч. Этих денег хватило на оплату газа и вот на вот эти передачки. Но теперь, я насколько знаю, по-моему, Константин Фролов, Фокин. Константин Фокин объявил о сборе. Он был, присутствовал тут уже несколько раз. И, по-моему, это будет через ОВД-инфо сделано, объявлен сбор, и желающие смогут помочь. Потому что, естественно, сейчас Алексей находится под домашним арестом. И до 6 апреля не будет возможности ни в магазин выйти, ни деньги получить, так как у него это все собрали. Вот. Такой сбор будет. Как он закупает продукты, если не секрет? Ему привозят. А привозит адвокат? Да. Ну, адвокат, если мы через адвоката передаем или кто-то, ему передают. Вот вчера было 4, наверное, пакета мы передавали, воду и так далее. Вот. Просто хочу заметить, что если бы не было, например, адвоката от ОВД-инфо, а если бы был какой-то адвокат по назначению, то Алексей бы остался без продуктов даже. Это к вопросу о важности поддержки ОВД-инфо в частности. Ну, и вообще правозащитных организаций, которые помогают, вот, держат за руку людей, которые с машиной, и столкнулись с репрессией. Ольга, спасибо большое за комментарий. Мы, наверное, вынуждены заканчивать по состоянию на эту минуту. Спасибо вам большое. Остаемся на связи. Держите нас в курсе. Мы будем напоминать нашим слушателям и зрителям ситуацию с Машей. До свидания, Ольга. До свидания. Спасибо, что вы озвучиваете эту тему. Это важно.